Илон Маск удивил мир своим заявлением о создании своей социальной сети, а также рассказал подробности о выпуске роботов Optimus. Еще я вам расскажу про самый маленький легкий подводный электроскутер и многое другое. Обязательно подписывайтесь на канал, досматривайте это видео до конца, ну а мы начинаем. Илон Маск всерьез задумался о создании новой платформы для социальных сетей. Об этом миллиардер сообщил в своем твите, отвечая на вопрос одного из пользователей. Не могли бы вы создать новую платформу для социальных сетей, Илон Маск, ту, которая будет состоять из алгоритма с открытым исходным кодом, в которой свободе слова и соблюдению принципов свободы слова отдается первостепенное значение и в которой пропаганда будет минимальной. Я думаю, что такая платформа нужна, спросил Маск, айти-специалист из Индии. На что Маск ответил, что серьезно об этом подумает. За день до этого Маск провел в своем твиттере опрос, в котором спросил пользователей, верят ли они в то, что твиттер придерживается принципа свободы слова. Более 70% пользователей ответили отрицательно. Если Маск решится на создание новой платформы, он присоединится к растущему числу технологических компаний, считающих, что существующие популярные платформы занимаются цензурой. Робот-гуманоид Оптимус от Тесла отправится в ограниченное производство уже в следующем году, а его главной задачей станет автоматизация ручного труда. По словам Илона Маска, Оптимус будет первым универсальным дроидом. Затем Оптимус начнет обучаться на задачах, которые обычно выполняют люди, и самосовершенствоваться в перспективе. Робот превратится в сосуд для загрузки знаний и даже личностей своих владельцев. Компания SpaceX прекратила выпуск новых космических кораблей Crew Dragon. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на руководителя компании. Решение связано с переключением на программу космического корабля следующего поколения. Ограничившись изготовлением четырех экземпляров Crew Dragon, компания сможет ускорить разработку возможного преемника этой модели, который планируется использовать для полетов на Луну и Марс. Кроме того, перед SpaceX теперь стоят задачи быстрого обслуживания капсул и их подготовки к следующему использованию, включая устранение непредвиденных проблем, не нарушая плотный график запусков. Китайская компания Waidu запустила стартап Subnado, продукт которого позиционируется как самый компактный и простой двигатель для подводного плавания. Он универсален, его можно использовать для фридайвинга, либо прикрепить на доску для серфинга или иное плавсредство. Это позволяет сделать малый вес, 1,4 килограмма и скромные размеры. Длина устройства всего 380 миллиметров, а диаметр 60 миллиметров. Subnado выполнен в форме цилиндра, внутри которого расположена батарея на 90 ватт-часов. На одном конце находится грибной винт в защитном кожухе, на другом система подключения устройства управления. Управление осуществляется через кольцо на пальце и проводное соединение. Одного заряда батареи хватает на 60 минут работы. Также от нее можно подзаряжать другие устройства. Subnado выдает тягу в 6,5 килограммов за счет электродвигателя мощностью в 100 ватт. Этого достаточно, чтобы плавец без нагрузки весом до 65 килограммов мог двигаться со скоростью 1,4 метра в секунду без усилий со своей стороны. Если установить по скутеру на каждую руку, скорость возрастет до 2 метров в секунду. Заплатить за это удовольствие придется 600 долларов, по 299 долларов за экземпляр. И следует помнить, что глубина работы Subnado ограничена 6-10 метрами. FIEDA представила необычное электрическое транспортное средство FIEDA Beast, которое можно использовать как самокат, а также как скутер с сидением. FIEDA Beast оснащен двумя электродвигателями, комфортной подвеской и емким аккумулятором. Это новый дизайн на рынке электрических скутеров и самокатов. Однако инновации в отрасли намекали, что появление такой комбинации – лишь вопрос времени. Это очень мощный аппарат, который позволяет развивать максимальную скорость 50 км в час, благодаря комбинированной выходной мощности двигателей 1,3 кВт. FIEDA Beast имеет аккумулятор на 1,5 кВт-час, который обеспечивает запас хода до 70 км. Батарея съемная, что дает больше возможностей для зарядки батареи и увеличивает радиус действия FIEDA Beast с помощью дополнительной батареи. Кроме того, аккумулятор можно снять и обездвижить FIEDA Beast, однако от кражи таким образом его все равно не уберечь. 11-дюймовые шины подходят для пересеченной местности, при этом он оснащен дисковыми тормозами. FIEDA Beast весит всего 37 кг. Производитель проводит кампанию на Indiegogo, а первые покупатели могут получить скидку 40%, но цена пока не сообщается. Стартап Эйнрайт, разрабатывающий электрические и беспилотные автомобили, заключил соглашение с логистическим гигантом МЭСК. В рамках партнерства Эйнрайт поставит 300 тягачей на электротяги для американского подразделения МЭСК. По словам главы Эйнрайт, речь идет о крупнейшем операционном контракте на подобную технику на сегодняшний день в мире. Стартап начнет отправлять грузовики в следующем году и развернет весь парк к середине десятилетия. Напомню, что Эйнрайт – это шведская компания, нацеленная на модернизацию транспортного сектора. Стартап был основан в 2016 году и с того момента спроектировал длинный список электромобилей. Как полностью беспилотных, без кабины для водителя, так и машин с традиционным управлением. В случае контракта с МЭСК, разработчик будет поставлять Эйнрайт класс 8, собранные китайским концерном BYD. Эти грузовики обещают поддержку подключения к городской инфраструктуре, умный мониторинг компонентов электромобиля и ряд других продвинутых функций. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Обязательно подписывайтесь на наш канал и другие полезные проекты. Ссылки вы найдете в описании. Не забывайте поставить свой мощный лайк и ударить в колокольчик. Ну а с вами был Андрей, канал Инстартинг Новости. Желаю вам мирного неба над головой. Берегите себя и своих близких. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok